всем привет добро пожаловать в мою оранжерею сегодня мое видео будет о бугенвили я хочу показать свою коллекцию она у меня состоит из 33 сортов и немножко вам покажу расскажу об уходе за этим растением и вообще покажу прививки которые я делала покажу бонса и какие у меня есть растут то есть все 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 о бугенвили видео будет подробным я пройдусь по сорта покажу вам каждый сорт они у меня в основном уже цветущие как вы видите но пока не все но думаю за лето до конца лет они у меня за цветут все ну начнем с сорта вера de pur pur она конечно красотка очень хорошая цветунья она просто знаете вот она у меня недавно отцвела у него пышное цветение было и вот я даже не успела ее обрезать как она уже начала цвести заново и причем знаете я заметила я не замечала такого раньше вот у нее на иголках у нее такие шипы очень такие большие и вот посмотрите из шипов полезли бутоны опять цветные прицветники это вообще что-то видимо ей вообще очень хорошо для бугенвили самое главное солнце вот поэтому она видимо и решила порадовать меня еще раз цветением у меня в коллекции есть три сорта веры то есть у меня есть вера white она у меня тоже но она уже собирается отцветать вот такая вот красоточка она прям я говорю очень хорошая цветунья и у меня молодой черенок еще есть вера пинг вот видите вот начинает прям зацветать то есть она быть такая розовая и вот у нее два вот здесь отводочка да вот вы видите и вот полностью все в бутонах мне очень нравится этот сон бугенвили у него прям знаете шапочное цветение прям шапочное вот как вы видите это сорт у меня мисс универс посмотрите какие крупные прицветники она зацветает белым и потом когда есть солнце да допустим много у нее начинает розоветь то есть на одной ветке видите как бы с розовым сейчас будут очень красиво конечно смотрится и такой цвет белые ну вообще прям прелесть шоу кап мульти вот он у меня после обрезки долго долго сидела в одной паре и вот сейчас у него начинается вот прям знаете сразу начинает выдавать цветные прицветники вот видите веточки все 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 в бутонах то есть когда зацветет я обязательно сниму видео покажу сорт asus gold вот такой вот он получается такие нежные какие-то знаете персикового цвета у нее прицветники а в середине вот такой вот как бы желтые и еще появляются какие-то вот такие яркие еще цветочки нежно очень смотрится вела роз вот варигатная очень миленько смотрится она у меня отцвела кстати она очень красиво цветет у нее прям с таким как перламутром такие какие-то розово какие-то лососевого цвета цветочки ну прям красиво очень эффектно смотрится на листьях вот таких варигатных да и такие еще цветы и у нее еще предцветники очень крупная она вот сейчас не цветет к сожалению но у меня есть и оставлю фотографии посмотрите лила роз то вот варига . она говорю уже не еще пока не цветет то есть она цвела а это рядом здесь вот запутался в ней дабл пинг это у меня череночек вот так цветет и это же знаете от освещения очень много зависит если солнца много она знаете я сейчас покажу другая дабл пинг она вообще другим цветет сейчас пойдемте вот видите какая разница вообще прям насыщенный такой цвет хотя из одного кустика там есть бледно-розовый а есть ярко-розовый а в принципе это растение одно и то же вот просто захотелось ему так ярко зацвести сразу прошу прощения за качество звука у нас просто на улице ветер по ветер пары из поэтому шумы а это вот у меня зацвела красавица дабл ред я так долго ждала ее цветение и вот наконец-то я дождалась очень красиво смотрится у нее прям веточки вот эти даже красные красот но она молодая и вот у меня из дорогих сортов зацвела артана райбов она конечно очень отличается даже и листвой вот у нее листе очень такие интересные каким-то серым знаете и очень изящные прицветники они видите как бабочки примут они другие и вот она прям знаете у нее очень хорошее цветение началось у нее посмотрите такие ветки и они вот прям все 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 в цвету то есть вот ведь и вот зацвела orange yellow butterfly это тоже из дорогих редких сортов смотрите какие прекрасные у нее прицветники очень красивые они знаете такие прям вот нереально нежные и такой цвет конечно очень красиво смотрится это же листва она идет как серым таким напылением видите как серебром таки покрыта с какой-то патиной даже знаете можно сказать но она тоже идет варегатная ну вот такая красотка и вот у меня еще из дорогих сортов есть red tiger то есть это вот такие вот у нее видите листья расцветочка такая интересная варегатная и он светет красными прям такими знаете но они не махровые просто красные прицветники очень красиво смотрится он у меня правда еще не цвел он еще у меня малыш сорт дабл оранж посмотрите какие прям морковного цвета очень прям такие знаете рыжие прям золотистым каким-то оттеночком ну вот они еще предсветники они еще совсем не распустились только начинают распускаться то есть я обязательно потом сниму покажу когда будет более обильное цветение это сорт клон fire тоже посмотрите какие яркие прицветники а внутри оранжевые очень красиво посмотрите посмотрите как как красиво смотрится бугенвилья конечно шикарное растение очень красиво я прям знаете вообще не могу влюбилась это моя панда это моя пандочка white белая такая но она так распушилась принципе но еще пока не цвела это сорт сан-диего варегат варегатная тоже очень эффектно смотрится когда выпускает красные прицветники у меня вот варегатных очень много появилось посмотрите какие шикарные листья она даже не цветет но уже очень эффектно смотрится это сорт называется даб хайн очень красиво тоже когда зацветет я обязательно вам покажу но она даже вот не цветущая посмотрите какая красавица это сорт rose wild deluxe вот такая вот красота тоже но он у меня уже отцветает у него вообще то есть прицветники имеют три цвета даже в 4 на уходит 4 это вот такой вот яркий вот даже некоторые покрываются то есть он зацветает персиковым потом уходит какой-то белесый потом появляются вот такие вот прицветники это же это все зависит от солнца если солнца много то он будет вот такой насыщенный если будет солнца меньше он будет более такой светлый вот тоже очень красивый эффектный сорт силуэт посмотрите какие красивые прицветники обалдеть вообще такой знаете лиловый цвет тоже очень эффектно смотрится очень крупные прицветники посмотрите вообще вот смотрите вот один прицветник вот я взяла в руку ну красота что скажешь это сорт глабра конечно она красотка но ей нравится больше всего конечно на улице дома она ленится цвести честно говоря потому что у меня она большая была она цвела но скудно но здесь она просто усыпана вся цветными прицветниками участие еще другой пустик покажу это я выращивала из черенков черенка ну года четыре наверное уже на 4 точно я вам покажу сейчас это большое растение от которого я делала вот эти череночки она у меня кстати привитое я недавно снимала видео я на нее прививала разные сорта и есть результат уже кстати вот это еще один черенок посмотрите усыпан весь прям весь 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 это мой бонсай у меня есть видео кому интересно я ему убирала полностью корневую систему и вот у него корешочки здесь стали утолщаться просто я хочу чтобы корни хорошие утолщились и я потом это все приподниму и какой-то плоский горшочек или даже в этом оставлю и вот посмотрите результат чувствует себя превосходно вот видите уже прицветники цветные вот прям видно что прицветник цветной и я просто вижу уже везде везде вот везде на веточках появляется цветные то есть он у меня зацветет тоже я обязательно сниму видео это тоже сорт глабра и вот тоже посмотрите я тоже выращиваю такое деревце бонсай после цветения конечно все это обрежу ответе как красиво смотрится очень эффектно смотрится кстати просто не давать роста большого до постоянно стричь 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 ствол будет толстый естественно и будет хорошо наращивать корни красивые которые потом можно вытащить будет очень будет эффектно смотреться это мое большое дерево было кто помнит если кто следит за моими роликами оно было очень большое я его обрезала и вот посмотрите какой результат то есть столько много побегов дала очень хорошо вот если мне сделаны прививки но одна вот она была тоненькая конечно и сомневалась что на ней прирастет она нет а вот здесь вот видно даже посмотрите через пакетик листики появились то есть прививочка это удалось это у меня по моему вера депорку вот прививочка прижилась на ней и вот здесь вот шоу-кап мульти я брала черенок вот он тоже прижился здесь и здесь тоже по моему прижился потому что вот здесь видны почечки то есть три прививочки у меня прижились просто я сейчас снимать не буду пока пакетики я дождусь когда листики побольше вырастут тогда сниму пакетики а вот место прививки где у меня замотана была я снимать не буду пугинвилья очень такое растение я могу сказать она даже не прихотливая вот главная солнечная сторона и полив и все и и дать просыхать ее лучше знаете дать подсохнуть чем перелить она не любит когда у нее корни застаивается влага они могут подгнить и растением может погибнуть или стрессануть там не знаю ну может и погибнуть то есть и вообще пересушка ей идет на пользу она начинает закладывать именно цветные прицветники в общем бугенвилья она очень хорошо из нее можно делать бонсай очень красиво смотрится если у вас мало места и можно вырастить такое делится бонсай плоском горшочки она еще зацветет это раз во первых во вторых она любит омолаживать корневую систему то есть ей можно в принципе если вы не хотите также большое растение выращивать и ежегодно пересаживать ее в горшок все больше и больше так как у нее корневая система разрастается ее можно просто половина корней просто убрать и посадить в это же горшок в котором она сидела добавить почвы и она сразу омолодится у нее очень будет и листва зеленая без всяких знаете желтых таких хлороз да можно сказать потому что у нее будет достаточно питательных веществ также она очень хорошо отзывается на обрезки обрезку конечно производить этому растению нужно ну и желательно конечно в принципе ее можно обрезать вот в любое время года но естественно когда она еще не цветет она цвела вы можете ее обрезать и она опять выпускает новые побеги если солнца достаточно она опять начинается тем более эта красотка она очень хорошо и прививается то есть на один кустик можно привить разные сорта ну конечно это стоит наверное как сказать набраться терпения это все терпение нужно потому что время чтобы прививка прижилась чтобы она пока вырастет а можно в один горшок сразу посадить несколько сортов их можно перевивать тогда и очень будет красиво смотреться когда они зацветут в общем все зависит от вашей фантазии вот что вы хотите видеть из своего растения то и можете получить а можно вообще ничего не делать просто выращивать вот так в отдельных горшочках и тоже очень красиво смотрится радует глаз вообще подытожим самое главное для бугенвилли конечно это солнце если солнца не будет она цвести не будет второе стимулирует очень хорошо обрезка ее нужно обрезать и третье третье это полив то есть поливать нужно по мере пересыхания верхнего слоя почвы с поливом как сказать не то что верхний слой почвы может быть и полностью пересыхание будет это тоже стимулирует очень цветение четвертое подкормка конечно бугенвилли нужно подкармливать ну раз в две недели для цветущих растений я пользуюсь пертика люкс пертика люкс которая идет порошочком мне в принципе нравится у нее очень хорошие там пропорции и конечно же генвилли любит стесненные горшочек то есть если растение допустим нужно чтобы тесно было тогда она начинает тоже выпускать цветные прицветники а если горшочек возьмете побольше она пока не нарастит корневую систему когда не упрется она не зацветет ну в общем то все наверное я рассказала если что будут вопросы пишите мне в комментариях я обязательно отвечу увидимся в следующем видео а